Альфа-Зиро у меня жену увел. Ах, это так Альфа-Зиро-лайк! Вау! Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами гроссмейстер Александр Грищук. Последнее время на канале Левитов Чес появилось очень много интересных видео, в том числе дебютных, замечательной серии Александра Рязанцева по защите каракан, и Александра Халифмана по английскому началу. Я тоже хочу записать несколько видео, но по дебюту мне не очень хотелось бы записывать, потому что каким бы хорошим ни был дебютный курс, дебютные книги или видео по дебютам, все равно они довольно быстро устаревают. Ну, скажем, сейчас вряд ли кому-то придет в голову читать какие-то дебютные книжки 1960 года. А, скажем, турнир претендентов 53 читают до сих пор, и я думаю, еще долго будут читать. Вот, сегодняшнее видео, которое я хотел бы сделать, это пешка Альфа-Зиро до Альфа-Зиро. Я вообще вот в репортажах неоднократно критически высказывался об Альфа-Зиро. Так что я немного соглашусь с этим Альфа-Зиро, для меня это просто хороший чес. Хороший чес. Расскажу краткую историю появления. После грандиозных успехов в ГО и программы Альфа-ГО, вроде она называлась, разработчики Гугла взялись за шахматы, и в начале 2018 года появилось сообщение, что появился проект Альфа-Зиро, посвященный шахматам, и вот этот самый Альфа-Зиро разгромил сильнейшую на данный момент программу Stockfish 8. Ну, я сразу скажу, что как бы все мои претензии к Альфа-Зиро, это не к разработчикам, потому что они действительно очень интересную вещь сделали, и которая потом была использована командой Лила-Чес, Лила-Зиро, а впоследствии и сам Stockfish перенял вот эти нейронные сети в работе своей программы. А все мои претензии именно к пиар-отделу Альфа-Зиро. Вот было объявлено о разгроме Stockfish 8, что все, теперь не только в гону, и в шахматах сильнейшая программа — это вот эта Альфа. Но как это было проведено? То есть, во-первых, Альфа-Зиро играл со Stockfish 8, хотя к тому моменту уже был Stockfish 9, который был значительно сильнее, чем 8-й Stockfish. Дебютная книга была очень странно использована. То есть, ну, тут можно сказать, что Альфа-Зиро вообще не использовал, дебютной книжки, но как бы она у него по сути вшита. То есть, он так устроен, что у него как бы своя, так сказать, автоматическая дебютная книжка. И еще очень странный контроль времени был, по-моему, минута на ход. Ну, нигде с таким не играть, ни в человеческих шахматах, ни в компьютерных. Это первое. Второе, что вначале были показаны 10 партий. При этом было сказано, что вот вообще-то сыграли там 200. Ну, мы вам 10 покажем. Ну, партии действительно там великолепные. Ну, наверное, больше всего запомнились партии из новоиндийской защиты, где в одной белые замуровали черного ферзя на H8, а в другой, там, наоборот, как бы самый яркий ход, это белые ходят в ферзь H1. Партии замечательные, но как бы что это такое? Мы сыграли 200, мы вам покажем 10. Ну, видимо, потом все-таки чуть-чуть спохватились и показали, если я не ошибаюсь, 100 партий. Сказали при этом, что вообще-то мы сыграли 1000, но покажем только 100. Я вот даже перед тем, как делать это видео, спросил деда своего, возможно ли такое в физике, что делают какую-то научную работу и говорят, вот мы провели там 20 экспериментов, а задокументировали только 2, вот 2, смотрите, а еще, поверьте нам, вообще-то мы в 10 раз больше сделали. Ну, поэтому у меня как бы изначально очень негативное было впечатление обо всем этом Альфа-Зеро, но больше всего вот меня лично раздражает, что вот когда крайняя пешка идет, там играют Аш-4, А-4, сразу все говорят, а вот сыграл как Альфа-Зеро. Для меня, ну, не знаю, в большинстве случаев, когда-то говорят, это вот Аш-4, там или А-4, это, мне кажется, самый естественный ход в позиции, то есть это просто хороший ход, хорошие шахматы. Особенно этим грешат в англоязычных трансляциях, там все время вот кто-то пойдет Аш-4 и тут же Ах, это так Альфа-Зеро-лайк, вау! И, в общем, реально просто злости не хватает. Ну, я думаю, перед тем, как у кого-то может сложиться впечатление, что Альфа-Зеро у меня жену вел, перейдем к конкретным примерам. Я хочу показать на примере своих партий, как вели вот эти крайние пешки вперед до полей Аш-6, Аш-6, Аш-3, А-3 во времена, когда еще Альфа-Зеро не существовало. Я прекрасно понимаю, что я тут далеко не единственный, кто это делал, но если я начну приводить примеры из партий, там, Ларсина, Бронштейна, других великих шахматистов, которые славились вот надвижением крайних пешек, то это видео получится как «Тысяча и одна ночь», бесконечная. Бесконечная. Поэтому я вот сделаю только на примере своих партий. Ну и начнем с далекого 1994 года. Партий в базе, к сожалению, нету, но это был чемпионат России до 12 лет. Если я не ошибаюсь, это последний тур был, решающая партия. Я играл черными с Владимиром Евелевым и на первом же ходу он меня ошарашил ходом Б4. Я думаю, вот тогда впервые у меня вот эта дегенеративная какая-то тяга к цепь нотам появилась, потому что на доске стояла эта позиция Б4. Все ходили вокруг, улыбались, смеялись, смотрели на меня. Ну тогда так еще не принято было играть. Сейчас ты уже так и чемпион мира неоднократно играл. Ну тогда это как-то было вызывающе. И минут 10 я продумал над первым ходом. Ну в итоге сыграл просто что-то староиндийское. Я-то староиндийскую играл черными. Ну и точные ходы я не помню. Получилось что-то примерно вот такое. Ну впоследствии мы будем эту позицию смотреть с переменой цвета. Ну тогда я понятия не имел как тут играть. И опять-таки, как я говорю, я не помню точных ходов, но мой ферзевый фланг был тотально как-то разрушен. Где-то белые, наверное, пошли ц5, b6. Насколько я помню, белый в какой-то момент была лишняя пешка на d6, защищенная слоном с a3. Но мне удалось как бы в процессе всего этого запихать пешку на h3. Ну, не знаю, сделаем какие-нибудь примерные ходы. Вот что-то такое. Вот. И позиция у меня была плохая по ходу партии. Но как-то в обоюдном цветноте или, может, только меня был цветнот. Мне удалось как бы перевернуть ход борьбы. И после контроля ну, возникла примерно вот такая позиция. я помню, был удивлен, насколько легко мне удалось ее выиграть. Но сейчас меня бы это не удивило. Видно, что в общем, белые на грани фиаско. И вот таким образом вот запоминающаяся партия. Благодаря ей я стал чемпионом России до 12 и вот, наверное, впервые в своей жизни так далеко продвинул крайнюю пешку. Теперь перейдем почти на 10 лет вперед. 2003 год. Французская лига. Партия Грещук, Гуревич, Михаил. Молодые шахматисты, совсем молодые, наверное, знают Михаила как тренера сборной Турции многолетнего. Те, кто чуть постарше, может быть, вспомнят его как такого дядьку, который на всех турнирах с утра до вечера играл в Деберц либо в Белот. Но на самом деле в конце 80-х Михаил был один из сильнейших шахматистов мира. Если я не ошибаюсь, в один момент у него был третий рейтинг в мире после Каспарова и Карпова. Но и потом, даже в 90-е с появлением поколения убийц, то есть Ананда, Крамника, Широва, Иванчука, Гельфанда, Топалова, Свитлера, ну, им он уступал, но все равно оставался очень сильным шахматистом. И, значит, перейдем к нашей партии. Французская защита, Е5. Я тогда играл фактически только Е5, то есть в самом детстве я играл Конь Д2 на французскую, но потом вот изучил третье Е5. Я думаю, что 90% моего изучения материала, который я использовал. Это были партии Евгения Свешникова. Он колоссальное их количество сыграл с огромным успехом, неоднократно обыгрывал лучших шахматистов мира, то есть и практическое он огромное наследие оставил в этом варианте и теоретическое. Пусть земля вам будет пухом Евгений Елинович. Вот. Е5, С5, С3. Вообще изначально вот именно с Гуревичем у меня очень тяжело этот вариант сталкивался. Ну, он был значительно сильнее меня, когда я с ним только начал играть. и сначала я пару партий проиграл абсолютно без борьбы, но потом как-то начал брать реванши. Ну, и вот Михаил играет в систему слон Д7, ферзь Б6. Он так со мной играл весь наш матч на Кубке мира по быстрым шахматам 2001 года в Каннах. И тоже вот он пару партий выиграл он, пару партий выиграл я, в том числе Армагеддон. Но там на А3 он в основном играл А5, а тут делает более надежный ход. Слон Б5, Б4. Ну, сейчас уже точно вспомнить сложно, почти 20 лет прошло, но вроде бы вот я все подготовил до хода как минимум Коня А4, может быть Конь Е7, слон Е3 тоже я подготовил. Ну, Конь Б6 логично, Конь бьет Б6, ну, теперь сложно сказать как лучше, наверное, все-таки лучше АБ взять, хотя даже тут, скажем, после рокировки, Б5, ну, и, например, Ферзь Коня на С4, но как бы то есть таким образом черные баррикадируют Ферзевый фланг, но реальных угроз не создают, и вот опять-таки А4, скажем, А6, А5, черных, если бы черных смогли рокировать в короткую сторону, ну, у них была бы, наверное, прекрасная позиция, лучше даже, чем-то похоже вот на недавнюю партию Карлсон-Дуда было бы, но тут, ну, везде не получается, скажем, здесь наш А4, С1, Е7, Ферзь Е4, ну, в партии мы тоже такое же увидим, что все время на рокировку С1, А6. Ну, в общем, серьезная опция была бы, ну, Ферзь Б6 тоже логичная рокировка, тут хотелось бы, наверное, пойти Конь Ф5, ну, используя положение слона на Е3, но тогда ладья С1 с угрозой Ферзь А4, то есть, скажем, если слон Е7, то Ферзь А4, А6, типа защищаясь, но все равно шаг, Ферзь Б5, взял, взял, ладья С7, и неприятный аншпилю черных. Потом Конь С6 логично, Конь Е1, опять-таки, белым очень важно на слон Е7 пойти Ферзь Ж4. Слон Е7, Ферзь Ж4, Ж6, ну, опять-таки, рокировка слона Ж6, белые качества выигрывают, Ж6, Конь Д3, можно было и по-другому как-то играть, скажем, Конь Ф3, интересный был ход, но Конь Д3 очень логичный, особенно после того, как черные пошли Ж6, хочется поставить коня на С5 и бить его почти всегда будет плохо, потому что черные поля вокруг короля будут безнадежно ослаблены. Ж6, Конь Д3, тут на самом деле очень уже критический момент, Михаил просто сыграл рокировка, но принципиально было, конечно, А5, белые играют, наверное, Конь С5, теперь, ну, можно играть как-то совершенно по-компьютерному, А5, Ферзи Ф4, АБ, АБ, Ладья 1, Ладья 1, Ферзь Б4, Ладья А8, Конь Д8, А4, на самом деле у черных, черные в критической ситуации у них все перевязано, но теперь очень важно, что на слон, слон бьет С5, белые выиграют ходом Ферзи Ф6, напали на А8, на Д8, а если рокировка, то слон А6 и сдались. Поэтому на А4 следует чудо ход Ж5, АСЖ, слон бьет С5, Ферзи Ф6, теперь рокировка и теперь перекрыта диагональ пешкой Ж5, нет хода слона С6 и после, скажем, ДС, Конь С6, Ладья Ф8, Король Ф8, черные спасаются за счет того, что на Ж6 есть Ферзь Б1 шаг и Ферзь Б1 и Ферзь Б1 Ж6. Ну, вообще я буду стараться по минимуму варианты показывать какие-то длинные, но тут просто они довольно красивые. То есть, вот, это был один способ спастись, второй тоже, в общем, не намного менее компьютерный, это вот после А5, Конь С5 сразу побить на АБ, ну, это более естественно, но после АБ Ладья А1, Ладья А1, Ферзь Б4, Ладья А8, Конь Д8 и Ферзь Д1, ну, Ферзь Д1 белый и от мата защищаются, вот Ферзь Е1 и вот уходят, вот сломбит С5 угрозы, что теперь пешка на Д4 не будет связана, Ферзь Д1 и вот здесь нужно найти либо ход А6 с идеей G5 следующим ходом, либо G5 сразу, вот только два хода удерживают равновесие, а иначе черные, в общем, на грани поражения, ну, тут судите сами, насколько это реально найти за доской, поэтому трудно осуждать рокировку, Конь С5, и здесь Ферзь С7, ну, вот этот ход уже можно критиковать, все-таки надо было играть Ладья ФС8, черным необходима какая-то контр-игра, теперь они хотят пойти А5, выигрывается какой-то темп на ход Ладья АБ1, черные в каком-то Цуксванге, потому что на А5 уже подседует БА, и на Б7 висит, Ферзь С7, ну, и тут Ладья БЦ1, или Ладья ФЦ1, все равно у черных позиция отвратительная, но как бы борьба продолжается, ну, Конь С5, Ферзь С7, Ладья АЦ1, Ладья ФЦ8, АЦ4, тут такое небольшое задание, как бы вы оценили эту позицию, можете поставить видео на паузу, подумать, потом я скажу ответ, я досчитаю до 3, на всякий случай, 3, 2, 1, ну, что я могу сказать, те, кто сказали, что у черных лучше, это кол, позиция равная двойка, чуть похуже у черных тройка, заметно хуже четверка, сильно хуже пятерка, а правильный ответ, из-за него пятерка с плюсом, у черных проиграна, для меня это, честно говоря, довольно неожиданно, то есть, во время партии, да, я был рад, как партия складывается, но не предполагал, конечно, что у меня уже выграно, а вот компьютер сейчас выдает в районе плюс плюс полтора с лишним оценку, значит, б6, ну, коня так трудно терпеть, конь d3, ферзь d7, h5, слон f8, пока все логично, конь f4, слон g7, и вот здесь как бы часто ну, в таких позициях атакуют по линии аж, то есть, что-то типа hg, hg, но тут не так все-таки просто, там, не знаю, если пойти g3, то конь e7, и все, перевес белых растаял, конь попадает на f5, мата нет, уже фактически равная, наверное, позиция, то есть, после аж, аж, нужно какие-то суперходы находить, там, ферзь h4, ферзь d8, ферзь h2, ну, что-то такое от компьютера, в общем, я сыграл аж6, что и проще, и сильнее, но Михаил, я помню, здесь уже в цвет нот начал попадать, с горя, и взял слон бьет h6, это, ну, по сути, сразу проигрывает, но и слон f8 не особо лучше, конь h5, слон e7, и, как бы, пока ничего белые особо не грозят, но у них есть время сдвоить ладьи по линии c, и, ну, черные абсолютно беспомощны, очень важно, что конь d8 с идеей, как-то побороться за линию c, наталкиваться на взятие и ферзи в 3, и черный конь занял, ну, отобрал поле у ферзя, теперь нет хода ферзи в 8, то есть, ну, идея в том, что, если бы вместо ладья c3 белые сразу пошли ферзи в 3, то ферзи в 8, и пока черные не проигрывают, ну, в общем, тут черные постепенно должны проиграть, какой-то примерный вариант а5, теперь уже можно ферзи там, f4, опять приходится ферзи в 8, ладьи fc1, напали на коня, конь a7, ну, и просто там разменялись, взяли линию b, и на король f8 даже можно вот в такой эншпер перейти, тоже, как ни странно, но в черных просто проиграны, кому-то может показать, что у белых слон плохой на e3, но это не то, что в этой позиции имеет значение, и, кстати говоря, он намного лучше, чем если бы у белых был белопольный слон, потому что он защищает и d4 пешку, и f6 при случае защитит, ну, и h6, хотя черные вряд ли на нее нападут, ну, в партии было слон бьет h6, конь h5, слон g7, взял-взял ферзи h4, ну, просто белые матуют на h5, ну, можно по-разному, можно просто пока слона на f6 перевести, и потом как-то заматывать, король g8, слон g5, f5, ну, просто, чтобы сразу мата не было, ef, конь d8, ну, если бы конь перешел на f7, как-то можно было бы еще бороться, но ферзи h6, черные в полном цуксванге, и на ладья c4, я сыграл ладья бьет c4, dc, d5, и через пару ходов Михаил сдался. То есть, ну, в данной партии именно на движение пешки, ну, оно стало уже, как бы сказать, той соломинкой, что сломало спину верблюду, позиция черных и так была плоха, но все равно это был, во-первых, самый четкий и простой путь к выигрышу, и вот невозможно переоценить значение вот этого ослабления черных полей хода g6, который черным пришлось сделать из-за того, что они не могли рокировать. Перейдем к следующей партии, Халифман, Грищук, Бундеслига того же 2003 года. Вообще, насколько я помню, у меня тот год безумно успешным получился во французской и Бундеслигах. Я и там, и там сыграл по 8 партий, во французской лиге я набрал 7,5 из 8, а в Бундес 6,5. Ну, и хотя большинство партий было с не самыми сильными шахматистами, но были и партии вот с Гуревичем, Халифманом, Николичем, то есть с очень сильными гроссмейстерами. У нас была разыграна какая-то смесь Каталона и Тарыша. Я тогда черными Тарыша играл. и Александр Валерьевич видимо не хотел играть сам Тарыш и поэтому такую систему он сыграл здесь на Ц5, ДЦ, слон, ДЦ5, А3. Здесь конечно нужно играть ДЦ и у черных очень хорошие шансы на уравнение, но тогда я это не понимал. Сыграл Конь Ц6, то есть по аналогии с той же позицией, как если бы белые сыграли ЦД, ЕД, А3. Но естественно теперь белые не бьют ЦД. Б4, слон Б6, слон Б2, Ферзь Е7, Конь БД2. Ну видно, что белые очень гармонично все фигуры расставляют, а черным мешает закончить развитие нормально вот это самое пешка на Е6. Владя Д8, Ферзь Ц2, Е5. Интересно, что под влиянием этой победы я повторил этот вариант на Аэрофлот Опене против Олега Романишина. Этой партии почему-то тоже нет в базе, вот какая-то загадка. но как бы номер не прошел у меня, он сыграл ЦД, Конь БД5, и здесь я не уверен точно, сыграл он или Е3, или может быть Конь Ц4, Ф6, Е3, что-то вот такого типа. я не вижу сейчас способа установить это, но суть в том, что всю партию он владел явным преимуществом и мне с огромным трудом удалось спастись. Но тогда эта позиция новая была, Саша сыграл Б5, тоже по-своему логичный ход, но все-таки он облегчает задачу черных довольно заметно. Конь Д4, конь БД4, здесь имело определенный смысл и слоном побить на Д4, и в общем ничего страшного у черных нет, скажем, если белые пытаются играть в духе каких-то вот каталона, то пешка Б у них слишком далеко зашла, и особых проблем у черных нет, они хотят выйти, там, допустим, ВД1, слон Ф5, и опять-таки черные хотят где-то сыграть H5, H4, если конь уйдет с Б3 на А5, то Е4 уже можно пойти, но и ЕД, нормальный ход, С5, я так понимаю, именно сет с этим был, связан ход Халифмана Б5, то есть вот это получить позицию с изолированной пешкой у черных, но ничего тут страшного нет, компьютер здесь сначала пытается что-то величать, что А4 там безумно сильно, у белых явный перевес, но после пары ходов просто слон Д7, А5, ладья С8, ферз Д3, слон С7, конь Б4, слон Е5, он успокаивается и опять-таки скажем, ладья ФД1, А5, то есть у черных совершенно полноправная игра, примерно равная позиция, поэтому слон Б4, ну может было еще конь Б4, теперь белые хотят конь Ф5, скажем, на А5, конь Ф5 неприятно, поэтому конь Е4 имеет смысл и теперь уже если А4, то есть белые хотят черным какой-то дискомфорт на ферзевом фланге доставить, то просто можно сыграть А5, Ба, Ладья А6 и поскольку у белых слон уже фенкетирован, то Ладья на А6 очень надежно стоит, напасть на нее некому, она и защищает слона на Б6 и где-то при случае особенно после опять-таки А5, А4 может где-то пойти на Ж6 или на А6 и поучаствовать в атаке, тоже у черных проблем нет. Слон Б4 сыграл Александр Валерьевич слон Б4 слон Ж4 здесь может быть чуть точнее было Е3 ну и здесь по САш 5 нормального черных позиция Ладья ФЕ1 Саша сыграл Ладья С8 СБ2 Аш 5 Ну вот пешка пошла Опять-таки тут никакого моего авторства нет Так и Керриц играл в подобных позициях и другие просто логичный ход А4 А4 Каждый ведет свою крайнюю пешку Здесь прежде чем бить ходить А5 можно было сначала взять на Ф6 ЖФ А5 Опять-таки ЖФ очень стандартно для защиты Тараша черные очень часто не боятся этого сдвоения А5 С7 И здесь очень острая позиция получалась например можем пойти ФРД4 черные обязаны сыграть Ф5 Теперь если белые пойдут как-то спокойно типа ладья С1 то у черных никаких проблем нету может быть и А3 на слонах 3 слон Е5 Опять эти пешки на ферзем фланге они куда-то ушли вперед зачем не очень понятно Поэтому тут принципиальный ход ФРД А7 черные должны играть уже на атаку Ф4 и тут опасно у белых позиций как ни странно атака очень сильна вот например показательный вариант А6 слон Б8 ферзь Б7 единственный здесь ход ФРД Б6 и тогда неясная позиция АФР Б7 просто проигрывает ладья С7 ФРД Б6 слон А7 и скажем на ФРЗ А5 слон Б8 Ф2 и Король Ф2 Ф3 Король Ф1 ФЖ АЖ АЖ и мат на Ф2 Так что А5 нормальный ход совершенно ФРД Д4 ФРД Д4 ФРД 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 Связывая этого коня Здесь можно было сыграть ЖАЖ Вот про подобные ходы ЖАЖ белые или бьют Ж3 на АЖ4 или черные бьют Ж6 бьет АЖ5 Мы подробно поговорим позднее А тут я скажу что это довольно редкий случай здесь был когда ЖАЖ такой ход нейтральный то есть его можно было делать а можно и не делать это не сильно влияет на оценку позиции Вадя АБ1 сыграл Халифман Конь Е4 А5 можно было уже пешку запихать на АЖ3 примерно равная игра Конь Е4 как-то больше напряжение поддерживает здесь вот могли очень интересные варианты получиться после А6 черные должны играть ладья СЕ4 потому что на БА белые ходят конь СЕ6 ферзь Б2 вынуждена ладья Б2 висит ладья на Д8 и когда она уходит белый играет Ф3 и вилка на Е4 на Е4 и на Ж4 так что так играть нельзя нужно играть ладья СЕ4 и теперь Б6 сумасшедший ход теперь БА проигрывает из-за БА и пешка на А7 пройдет Ферзи ну или по крайней мере будет черным стоить материалы очень серьезные поэтому надо играть АБ теперь Ферзь Б6 не опасно из-за ладья Д6 ну можно сказать даже довольно плохо для белых поэтому АБ АБ и как всегда у компьютера все заканчивается ничьей после Ферзь Д4 Ферзь Д4 ладья Д4 ладья Б6 ладья Б8 Ф3 конь С5 белые съедят слона а черные съедят пешку на гостин ну опять-таки Саша сыграл нормально совершенно конь Ф3 Ферзь Б2 ладья Б2 Аш3 слон Ф1 Д4 Насколько я помню у нас сильный цепь нот был и этим можно объяснить последовавшую грубейшую ошибку если белые сыграли конь Е5 позиция оставалась примерно равной конь Е6 и например ладья 1 потом где-то белые конь Д3 ну черных тоже проблем нет вся игра была впереди но вот просто интересно как вот эта пешка доведенная до 6-го ряда насколько она создает какие-то тактические тактическое напряжение в позиции особенно для соперника то есть в партии последовало ладья Д1 так вроде ход как ход но Д3 и просто можно сдаться на Д3 бить нельзя пешка очевидно он бьет Ф3 если ладья бьет Д3 то ладья бьет Д3 ЕД слон Ф3 ДЕ ладья Ц1 белые проигрывают а не бить полученных слишком много угроз Конь Ц3 грозит ДЕ и потом Конь Ц3 Саша сыграл ладья Б4 по-разному можно ну как я сыграл наверное проще все слон бьет Е3 Еф Конь Ц3 белые сдались из-за того что на ладья Д3 есть ход Конь Е2 шаг слон Е2 ладья Ц1 и черные выиграют опять-таки в основном благодаря пешке на штрих такая партия как бы всю партию играли на равных одна ошибка и черные выиграли спасибо за внимание с вами был Александр Грещук продолжение следует следует пешке под м